Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать события фундаментального характера, влияющие на то, что с инструментами происходит. Центральная тема, остающаяся в центре нашего внимания, это отношения США и Китая, и сейчас еще и конфликт на Ближнем Востоке. В принципе, допускали то, что он не будет иметь серьезной эскалации, хотя по содержанию последнего новостного фона, несколько мы недооценивали то, что сейчас на рынке происходит, и особенно в тех краях. Поэтому нужно реабилитироваться и все-таки быть большим реалистом, адекватно оценивая, что риски ближневосточного характера, безусловно, сейчас присутствуют, в том числе и для рынка углеводородов. Давайте начнем с нефтянки. Мы находимся сейчас, в принципе, рядом с теми же самыми значениями, на которых мы видели бренда еще и на прошлой неделе, то есть это снова какой-то небольшой коридор в диапазоне от 70 до 72, и вот там мы сейчас пока и болтаемся, участники рынка пытаются определиться с тем, куда же все-таки оправданнее пойти дальше. 70.93 – актуальный курс, который мы сейчас видим по бренду, и даже несмотря на то, что сейчас, в принципе, можно предположить, что шансы у быков и покупателей, и, соответственно, продавцов медведей равны, я бы все-таки склонялся в сторону того, что бренд нужно дальше активно продавать. Буквально несколько часов назад вышли данные по Китаю, друзья. Промышленное производство, серьезнейший спад 5-4% с 8,5%. То есть у Китая есть свои структурные системные проблемы, на эти проблемы сейчас накладываются крайне непростые отношения с Соединенными Штатами Америки. После того, как Китай ответил, мы пришли к выводу, что санкции, вот эти торговые барьеры – это то, что является сейчас реальностью в этих отношениях, и можно говорить о полноценной торговой войне. Я пытался спрогнозировать даже, как это отразится на мировом товарообороте и в целом на перспективах роста национальной экономики Китая и мировой экономики тоже. Возможно, есть у вас также, друзья, свои видения того, что происходит. Не стесняйтесь, делитесь вашей позицией, мнением на нашем канале на YouTube. Также не забывайте подписываться на него. У вас есть возможность быть в курсе всего видеоконтента, который мы добавляем, который там появляется. Главное – нужно подписаться. На текущий момент трейдеры обсуждают еще то, что происходит на Ближнем Востоке. Вот ряд инцидентов с танкерами Саудовской Аравии. Сначала это при попытке выхода из Персидского залива. Вчера была совершена еще атака дронами также на танкеры. Саудовская Аравия – никакая страна в плане ее непосредственного участия в этом не обозначена. Все гадают США, удивляются этому, до них все очевидно. Это на промыслы все-таки Ирана. Как вы знаете, вчера на рынке даже обсуждали идею, что США готовятся перебросить военный контингент численностью 120 тысяч военных поближе к Ирану. Правда, впоследствии сам Трамп проверил эту информацию. Но рынок это немного взбодрило, потому что все тут же вспомнили отношения США с Ираком. В принципе, точно такая же армия тогда была использована, чтобы вторгнуться на территорию Ирака. Ситуация, мягко говоря, непростая. Мы будем следить за тем, как будут обстоятельства дела дальше. Саботаж, диверсия, провокация, то, что сейчас происходит с танкерами. Это большой вопрос, действительно. Но пока что цены все-таки зажаты в узком коридоре. Я предлагаю не отпускать еще старые идеи, на основании которых мы продавали нефтянку. Это идеи, связанные с опасениями за перспективу роста мировой экономики. Сейчас после данных по Китаю эти опасения стали более актуальны. И в конце концов, даже если США сейчас найдет возможность еще сильнее надавить на Иран, это приведет, разумеется, к еще большему сокращению поставок со стороны данного ближневосточного государства. И впоследствии, друзья, как ни крути, но странам ОПЕКа на фоне подобных действий США против Урана и отношений Урана и США придется увеличить производство. Это тоже негативный момент. Сегодня мы следим за данными по запасам. Я думаю, что они поддержат нашу короткую позицию. Буквально вчера вышли данные ТАПИ, они указали на рост запаса. Похожие цифры я жду и от официального ведомства. Фонд против доллара 1.2909. Как и ожидалось, данные по рынку труда притопили курс британца. Мы ждем отметку 1.28. Друзья, и пока плавно идем оттуда. Евро против доллара 1.12. Большое спасибо статистике. Снова исключительно плохая. Промышленное производство еврозоны в годовом выражении снизилось на 0,6%. Индекс настроений еврозоны Германии на отрицательной территории. Советую построить графики. Там визуально можно увидеть, насколько плохо сейчас обстоят дела в еврозоне. Сегодня, друзья, день ВВП. Сначала в 9.00 по московскому времени выйдут данные по УП Германии. В 12.00 темпы экономического роста еврозоны. На фоне последних отчетов, разумеется, нас ждут плохие цифры. Я думаю, что евро-доллар продолжит снижаться дальше с текущих уровней 1.12. Это, в принципе, было прогнозировано. Доллар иена 109.63, я по-прежнему указываю на то, друзья, что это прекрасная предсказуемая валютная пара, которая позволяет торговать в одном направлении, которое предполагает сейчас снижение курса доллара и укрепление иены, только потому, что ситуация в мировой экономике способствует повышенному спросу на защиту. Если мы будем говорить об отношениях США и Китая, это фактор спроса на иену. Если мы вернемся на Ближний Восток, это фактор спроса на иену. Поэтому доллар иена будет снижаться. 109 мы уже, в принципе, видели. Этот уровень практически пал. Через несколько дней, я уверен, мы будем говорить снова о тесте данной отметки, потому что так складывается мировая экономическая конъюнтура. Она повышает спрос на защиту инструмента, поэтому и франк чувствует себя хорошо, и золото, и облигации. Кстати говоря, десятилетки находятся сейчас казначейские облигации на уровне 2,4%. Не забывайте про очень своевременный акцент вашего внимания на инверсию каевой доходности облигаций долгосрочных и краткосрочных и, как следствие, риски рецессии. Сегодня выйдут данные по уроничным продажам. В Штатах прогнозируется, что нас ждет худшая цифра за последние 6 месяцев. Еще одна причина усилить давление на доллар против иены. Американский фондовый рынок, друзья, снижается. В целом, позиционно снижается. В рамках одной сессии говорить не будем. 2 843 пункта сейчас. Трейдеры ждут, что если Штаты обложат новыми таможенными пошлинями оставшуюся часть китайского экспорта, то в конце концов очень сильно просядут прибыли. Американские компании по неуклонно приведут к еще большему нисходящему ралли. Биткоин 8000. Друзья, давненько мы не говорили про него. Да и сейчас я только пару слов хочу обратить ваше внимание, что считается, что сейчас курс особенно раллирует именно на факте эскалации отношений торговых США и Китая. Поскольку возникает логичный спрос на теневой сектор. И те же самые контрабандисты действительно могут пытаться использовать криптовалюту анонимную для того, чтобы проводить счеты даже в торговой сфере. Ну, мне эта тема понравилась, интересная. Надо еще поинтересоваться, есть побольше. Ну, в целом, друзья, согласитесь, что имеет место быть такое объяснение. Доллар-канадец 1.3463. Сегодня мы ждем данные по инфляции и рассчитываем на то, что при оправдании прогноза, то есть снижении индекса потребительских цен, пара доллар-канадец протестирует сопротивление 1.35. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok